Ганс Христиан Андерсон. Новый наряд короля. Жил на свете король. Больше всего на свете он любил переодеваться. Он переодевался каждый час, и один наряд был у него лучше другого. Про этого короля не говорили, король совещается с министрами, а только король переодевается. Он устраивал парады, загородные прогулки, ходил в театры, и все лишь для того, чтобы показаться в новом наряде. Вот раз в королевскую столицу приехали два заморских обманщика. Мы знаменитые ткачи, сказали они. Мы умеем изготовлять ткань, прекрасней которой не бывает. К тому же у нее чудесное свойство, сказали они королю. Ее могут видеть только умные люди. Ни глупец, ни человек, который не годится для своей должности, ее не увидит. Вот и хорошо, думал король. У меня будет новое красивое платье, а вдобавок я узнаю, кто из моих министров даром получает жалование. Кто умен, а кто глуп. Пусть поскорее изготовят эту замечательную ткань, приказал король. Дайте им большой задаток и чтобы принимались за работу сейчас же. Обманщикам отвели во дворце большую комнату. Они поставили там два ткацких станка, уселись за них и стали делать вид, что усердно работают. А у самих на станках ровно ничего не было, ни одной нитки, ни одного кусочка ткани. Каждый день они требовали для своей работы тончайшего шелку и чистого золота, прятали все в свои карманы и продолжали сидеть за пустыми станками до поздней ночи. Королю захотелось посмотреть, как двигается у ткачей дело, но он вспомнил о чудесном свойстве ткани и подумал, все-таки пусть сначала посмотрит кто-нибудь другой. Пошлю-ка к ним моего старого честного министра. Уж он-то увидит эту ткань, он умен и с честью занимает свое место. Старый министр вошел в комнату, где сидели обманщики и обмер. Я ничего не вижу, подумал он, но вслух этого не сказал. Подойдите поближе, не правда ли красивый узор и превосходные краски? Но бедный министр как ни таращил глаза, ничего не видел, да и видеть было нечего. Неужели я дурак? Прошептал министр. Вот уж чего никогда не думал. А может, я не гожусь для своей должности? Нет, нет, нельзя признаваться, что я не вижу ткани. Что ж, вы ничего не говорите, спросил один из обманщиков. О, это очень мило, и я доложу королю, что мне чрезвычайно понравилась ваша работа. Он так и сделал. Ваше величество, и узор красивый, и краски превосходные. Через несколько дней король послал ткачам второго министра. Этот и сбоку заглядывал, и снизу, но ничего, кроме пустых станков, так и не высмотрел. А обманщики, ну как вам ткань? И разводят руками в воздухе, будто поддерживают материю. Конечно, я не глуп, подумал министр, но тогда, значит, нет, нельзя сознаваться. Скоро весь город заговорил о чудесной ткани. Наконец, король сам пожелал полюбоваться диковинкой, пока ее не сняли со станка, и отправился к ткачам с целой свитой. Превосходно, не правда ли, приговаривали оба министра, тыкая пальцами в пустоту. Я ничего не вижу, с ужасом подумал король. Неужели я дурак? Или не гожусь в короли? Это было бы хуже всего. А вслух сказал, это очень недурно. Ваше Величество, шейте себе наряд из этой ткани для предстоящего торжества, наперебой советовали придворные. Король пожаловал обманщикам ордена и удостоил их звания ткачей его величества. Всю ночь накануне торжества обманщики сидели при свечах и притворялись, что снимают ткань со станков и краят ее большими ножницами. А потом стали шить новое платье иголками без ниток. Сейчас, скажем, готово, приговаривали они. На утро король явился за новым платьем. Пожалуйте, Ваше Величество, вот панталоны, вот камзол, а это кафтан. Наряд легкий, как паутина, вы даже не почувствуете, что надели его. Соблаговолите раздеться и стать перед зеркалом, сказали обманщики. Мы оденем вас. Они делали вид, будто наряжают короля, застегивают пуговицы, завязывают банты и набрасывают на его плечи королевскую мантию. Я готов, сказал король. Хорошо ли сидит на мне это платье? И еще раз оглядел себя в зеркало. Началась церемония. Камергеры шли за королем и притворялись, будто несут шлейф его новой мантии. Они и виду не смели подать, что нести-то нечего. Король шествовал под роскошным балдахином, а народ говорил. Ах, какой наряд! Что за мантия? Как это платье к лицу короля? Вдруг какой-то маленький мальчик крикнул. А король-то голый! Послушайте, что говорит невинное дитя, сказал его отец. Уж дитята всегда на своем месте, говорили в толпе. Голый король! Голый! Вдруг громко закричал весь народ. Королю стало жутко. Народ, кажется, прав. Но надо же довести церемонию до конца. И голый король еще величавее зашагал под своим балдахином. Тем временем, захватив все золото и драгоценную пряжу, обманщики удирали из города.